Это Халактырский пляж, место, которое знакомо, пожалуй, каждому жителю нашего полуострова. И я уверена, что для каждого человека оно по-своему дорого и ценно. Сейчас решается дальнейшая судьба Халактырского пляжа, а именно, останется ли это дальше нетронутым клочком дикой природы, как сейчас, или станет местом с развитой инфраструктурой, наполненной ярмарочной зоной, кафе и различными площадками для привлечения как местного населения, так и туристов. Плюсы и минусы каждого из вариантов это сегодня обсудили прямо здесь, на берегу Тихого океана. Выездное совещание провел в Рио губернатора края Владимир Солодов. Он выслушал разные варианты благоустройства территории Халактырского пляжа. Один из них – путь активного развития. С правой стороны у нас футбольное поле, мы планируем в этом году заменить сетки. Здесь у нас установлена зона отдыха, с левой стороны бинокль, который можно наблюдать за океаном и с серфингистами. С правой стороны у нас большая сцена, сейчас она будет использоваться как большая фотозона. Детская зона, стена на открытом воздухе, детская площадка, беседки для малых групп туристических. Вы предлагаете, что вы занимаетесь трехкилометровой полосой, которая имеет название условно «Ярмарочная зона». Как вы видите его развитие, «Ярмарочная зона»? Потому что сейчас пока она такая интересная, много всего интересного, видно, что делается, но чуть-чуть хаотичная. Ну да, суть «Ярмарочной зоны» заключается в том, чтобы предоставлять места безвозмездно или за совсем небольшую плату для представителей бизнеса, чтобы они могли беспрепятственно установить там свои глэмпинги, шатры, развивать свой бизнес, предоставлять услуги для населения. Там у нас стояли в прошлом году «Ярмарочные домики», в которых можно было что-то купить, покушать. Я с этим согласен, с одним лишь дополнением, что мне кажется, их нужно предоставлять по определенному плану. Что должна быть план, как люди ходят, и план, что где должно быть, а чего где не должно быть, что просто не возникла такая ситуация, что противоречие между одним и другим. А глава Петропавловска Константин Брызгин предложил присвоить Халактерскому пляжу статус экологического парка. Тут у нас 30 километров территории города, которая, очевидно, является привлекательной для жителей. Разные вещи здесь происходят. Как мы ее дальше в перспективе видим, и что с ней хотим дальше делать, по вашему мнению? Владимир Викторович, ну я считаю, что, конечно, Халактерский пляж наш уникальный, должен стать и получить статус экологического парка. То есть, да, люди должны иметь сюда доступ, но ограниченные, ограниченные именно туристическими действиями и без капитального строительства каких-то капитальных вложений глобальных. Ну, дело даже не в вложениях, а чтобы не нанести борчу природным условиям тундры уникальной нашей. Конечно, здесь сюда должна быть подведена дорога. Не факт, что она должна быть асфальтовой, но она должна быть новой и не соприкасаться с теми работами, которые сейчас там ведутся. Карьеры ездят машины и добывают песок. Константин Брызгин также добавил, что уже ведется работа над разработкой документации по проектированию новой дороги. По итогам совещания Владимир Солодов дал четкие указания на тему развития Халактырского пляжа, такие как расширение парковки, увеличение количества мусорных баков и биотуалетов. Но также есть и спорные вопросы, такие как необходимость подведения электроэнергии и интернета на пляж. Окончательное решение примут уже после всех подсчетов. Но интернет нужен хотя бы для того, чтобы оперативно пообещать людей об опасности цунами. Для меня основной вопрос, я просто сразу честно его скажу, он возник во многом тоже по итогам прошлого нашего совещания, которое в онлайне было. Это вопрос сохранения нетронутого места и его развития. Вот что здесь нужно развивать, а что здесь нужно не развивать, наоборот, не трогать. И это не очевидный момент. Потому что я не уверен, что если у нас 3 километра сплошняком будут застроены чем-то, шатрами или еще чем-то, это будет хорошо. Сюда традиционно на Халактырский пляж жители приезжают для того, чтобы все-таки с природой пообщаться, в природу окунуться. Если для того, чтобы попасть в природу, нужно будет пешком идти 3 километра, не уверен, что это оптимальное решение. А каким же все-таки хотят видеть будущее Халактырского пляжа, сами жители Камчатки сейчас и узнаем. Мы бы, конечно, хотели, чтобы все осталось так, как сейчас, но чтобы была улучшенная, конечно, дорога, чтобы было как можно меньше кафе всяких и всего и тому, потому что, мне кажется, пляж от этого испортится. Детки, чтобы нас гуляли на природе и радовались. Сейчас кафе, это ты, Халак, вот так лучше прийти на природу, подышать свежую воздух. Лично я не против того, чтобы здесь облагородили для человеческого пользования, но чтобы это все было разумно, органично, чтобы это не мешало ни природе, ни человеку. Чтобы здесь инфраструктуру не развивать такую, что там кафе, я там настрою, ну это же мусор, вариант такой, чтобы кафе. Я считаю, конечно, надо, чтобы развивали инфраструктуру, чтобы туризм у нас тоже процветал, как бы, чтобы люди ездили на Камчатку. У нас на Камчатке тоже много очень красивых мест. Осталось-то как есть, потому что я думаю, что если здесь развивать какую-то инфраструктуру, то, ну, вся прелесть, да, природа вся будет, ну, загажена. Ну, это мое личное. Я также придерживаюсь. Хочется, чтобы как можно больше территории было не тронуто человеком. Была естественная среда. Да, естественная среда. Мы бы хотели, чтобы здесь ничего не строили дополнительно, просто оставили работающее кафе, чтобы оно работало. Ну, и поставили скамейки. Этого достаточно. Цивилизацию мы найдем в другом месте, а здесь все-таки такое, это природа. Владимир Солодов поручил составить четкий план развития Халактырского пляжа до 20 июня. По его словам, точные расчеты и понимание потребностей отдыхающих здесь людей станут определяющими. Остается верить, что какой бы план развития этого места не выбрали, оно не потеряет свою изюминку и уникальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова